Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да Ты правда меня боишься? Нет, я тебя не боюсь, но ты меня напугал И я боюсь потерять тебя Или обнаружить, что тебя нет рядом Если бы Ива не был твоим братом Тогда другое дело... Постой, постой Хочешь сказать, что я с тобой? Потому что у меня нет выбора? Нет, не так Серхио Ты собирался жениться, а потом у тебя все расстроилось У меня тоже была собственная история Теперь она закончилась И среди этой путаницы Появился ты И я очень рада Правда? Разве я тебя не поцеловала? Ну и что? Как что? Все ясно Стоит тебе увидеть девчонку И ты бросаешься ее целовать Нет, я не целую всех встречных девчонок Это было бы глупо Я поцеловала тебя А для меня это многое значит Я никогда тебя не предам Обещаешь? Обещаю Фильм Рауля Ликоуны В главных ролях Наталья Арейра И Факунда Араана Дикий ангел Автор сценария Энрики Торрес В фильме снимались Фернандо Мистраль Вероника Виера Лидия Ламайсон Виктория Анетта Норберто Диас И другие Виктория Анетта Субтитры создавал DimaTorzok 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 подыскал маленький домик. Очень красивый. И совсем дешевый. Боже мой, никогда не думал, что вы... Что я сойдусь с ним? Да, то есть это все так внезапно. Возможно. Но не для меня, патре. Особенно после аварии. Да. Господь вам помог. Да, защитил меня. И многому научил. Дал мне шанс исправить свои ошибки. Хотите, Матер? А как же любовь? Не можете же вы сказать, что полюбили Панчо, то есть Франциско. У вас не было времени, чтобы... А кто сказал, что я его разлюбила? Простите. Я думал... Знаете, вы правы. Скажите, Лидия... Что, патре? У вас есть священник? Потому что я всегда готов дать вам свое благословение. Как жаль, патре. Потому что Панчо уже поговорил с одним священником. Со своим другом. Вы что, издеваетесь? Над кем, патре? Надо мной. Теперь моя очередь. Конечно, мне хотелось бы присутствовать на свадьбе, ведь он мой сын Луиса, мне бы очень хотелось. Так и будет. Ты будешь там, и не только в мэрии, но я хочу пригласить тебя на ужин домой. Правда, как я рад. Я знаю. А будет много гостей? Нет, совсем нет. Очень мало. Только семья и ближайшие друзья. Этого я от тебя не ожидал. Ты любишь все делать с размахом? Да, только не в этот раз. Даже журналистов не будет. А в чем причина? Я приготовила всем сюрприз. Заходи. Здравствуй, курьезная. Ты меня звала? Да, звала. Садись, пожалуйста. Я тебя позвала, потому что уже давно тебя не видела. Ну, курьезный, не обижайся. Я не обижаюсь, это правда. А можно узнать, почему ты меня избегаешь? Я? Я тебя не избегаю. Совсем нет, курьезная? Да, 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 избегаешь. Я, конечно, начала избегать после того, как я застала тебя и Федерико вместе. Нет, ну что ты? Ты разочаровала меня, Андреа. Я тебя не узнаю. Или, может, ты всегда была такой, только притворялась? Что ты имеешь в виду? Твою амбициозность. Твою аморальность. Крюстная, ты меня обижаешь? Нет, не обижаю. Вначале ты пыталась женить на себе моего внука. Буквально не давала ему прохода. Но когда это у тебя не получилось, то ты переключилась на Федерико. Не желаю тебя больше слушать, Крюстная. Нет, ты меня выслушаешь. Сядь и слушай. Я еще не закончила. Ошибаешься. Твои слова пропитаны ядом, и я не собираюсь с этим мириться. Вот что, Андреа. Я хочу, чтобы ты немедленно оставил этот дом. Нет, я не уйду. И советую вам со мной не ссориться, потому что мы с Федерико скоро поженимся. И я стану вашей невесткой, Крюстная. И, конечно же, буду хозяйкой в этом доме. Андреа! Тише, Крюстная. Вам нельзя волноваться. И не забывайте о своем давлении. Подумайте о себе. До свидания. Хватит шутить. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Серхио мой жених. Мне что, радоваться или плакать? Не понимаю. Не валяй дурака. Конечно, радоваться. Как я рада. А ты? Ты-то рада? Видишь же, что я улыбаюсь. Нет, Милия. Ну, как ты? Ты правда рада? Очень рада. Мне уже лучше. Серхио просто прелесть. Ну, ты же его не любишь. Он мне нравится. Очень нравится. Серьезно? Хватит шептаться. Как же я? Ну-ка, что случилось? Поздравь ее. У нее появился жених. Серьезно, Мили? Он сделал ей предложение, и она согласилась. Как здорово. Сокора здесь нет? Молодец, хозяин. Правильно сделали, что все поменяли. Что я поменял? Невесту. Правильно сделали, что поменяли эту доходягу на Мили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господи, как же она тебя окрутила. Послушай, мама. Андреа сделает меня счастливым. Я в этом уверен. Как ты наивен. И глуп. Хватит. Я тебе не позволю оскорблять Андреа. Оставь ее в покое. Давай, рассказывай, какую прекрасную новость ты мне хотел сообщить. Чего ты взял, что она прекрасная? Я это понял по твоим глазам, по улыбке. Ну, что случилось? Ну, говори. Что случилось? Ладно, слушай. Милагрос, моя невеста. Правда? Да, правда. Как я рад, Серхио. Поздравляю. Постой, ты поздравляешь с тем, что она стала моей невестой, или все еще думаешь о деньгах, которые она получит в наследство от сеньоры Ангелики? И с тем, и с другим. Дедушка. Прости, Серхио. Я очень рад, что ты любишь. И рад твоему материальному благополучию. Потому что... Теперь я могу спокойно умереть. Ну что ты, дедушка, тебе еще рано об этом думать. Не скажи. Что такое? Мне осталось совсем немного, Серхио. Вам пора ложиться, сеньор. Завтра вам нужно быть в отличной форме. Не забыли, что у вас свадьба? Конечно. Сейчас пойду. Завтра вы будете очень заняты, так что я хотел бы сейчас вас поздравить и пожелать всего самого, самого лучшего. Спасибо. Благополучия и счастья. Спасибо. Что-нибудь хотите, сеньор? Тогда я пойду спать. Бернардо? Сеньор? Не мог бы ты выключить свет? Свет? Да. Конечно. Ведь ты была моей. Почему ты ничего мне не сказал? Почему раньше не сказал, когда все началось? Почему? Я не хотел тебя беспокоить, Серхио. А сейчас рассказал только потому, что мне становится все хуже и хуже. Все чаще приходит эта острая боль. Не хочу, чтобы ты волновался, Серхио. Я уже давно болен. Как бы я не смог волноваться? Как? Я уверен, что можно что-то сделать. Ведь можно что-то придумать. Успокойся, пожалуйста. Конечно, ты можешь что-то сделать. Порадовать меня в мои последние дни. Я не хочу, чтобы ты расстраивался. Не хочу тебя расстраивать. Флора, иди спать. Завтра ты должна быть самой красивой. У тебя такой счастливый день. Да, мамочка. Иду. Ты нервничаешь? Ну, не то чтобы нервничаю, но волнуюсь. Волнуешься? Почему? Из-за его. А что с ним? Что с ним, не знаю. Но чем ближе день свадьбы, тем больше мы с ним отдаляемся друг от друга. Иногда у нас с ним все в порядке, мы счастливы. Но все равно я не перестаю бояться. Сестренка, опять ты со своими фантазиями. Когда ты от них избавишься? Они всегда со мной, Марина. Всегда. Почему ты сидишь в темноте? Не хочу ничего видеть. С тобой все в порядке? Нет. Вызвать врача? Нет. Эту боль таблетками не заглушить. Значит, Лина подумала, что я твой жених. Вечно она все не так понимает. Почему у нас ничего не получилось, Миле? Так уж и вышло. Так даже лучше. Завтра я женюсь. Да, знаю. Я сделала тебе подарок. Ты действительно считаешь, что я правильно делаю, что женюсь? Не знаю. Миле, если хочешь. Может, не хочу. Прощай, Миле. Спокойной ночи. Нет. Не спокойной ночи. Прощай, Миле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это мне напоминает один из фильмов, где я играл главную роль. Кстати, о фильмах Дон Теппи. Да. Нам всем интересно. Да. Кто была самая красивая актриса, с которой вы играли? Их столько было. Ну, дает. Там были Неллида Лобата, Неллида Рока, Мориа Касан. А кто из них самая красивая? Самая красивая актриса, с которой вы снимались. Самая красивая. Одни из самых красивых. Да, Амелита Варгас. Амелита Варгас? У нее было такое личико, ее ноги. Какие у нее были красивые ноги, а спина. Что? Фигура. Все только о ней говорили. Простите, сеньора. Мой шофер из Венгрии. Ни слова не понимает по-испански. Как проехать на улицу Кубы? Где это? Объясните ему, пожалуйста. Куба в Карибском море. Хорошая шутка. Амелита. Вы Амелита Варгас. Посмотри на меня. Угадай, кто я. Пепе. Пепе, милый. Да, я Пепе. Как я рада тебя видеть. Какое счастье. Ты еще жив. Как это вы не идете? Так нельзя. Почему? Почему? Вы должны поехать. Вы должны поехать в мэрию. Это же свадьба его. Свадьба в мэрии совсем не романтичная. Заходишь, расписываешься и уходишь. Если бы он венчался в церкви, то, возможно, я бы и поехала. Ну что вы, Донья. Он же ваш внук. Вы должны поехать. Нет. К тому же он ее не любит. Не говорите так, Донья. Почему? Я же не дур, милый. Ива любит тебя. А ты... Хватит, перестаньте. Ваш внук женится на доходяге, и они будут очень счастливы. Тебе меня не переубедить. Ты его любишь. Это все ваши фантазии. Поезжайте лучше на свадьбу к Иву. Ему будет очень грустно, если рядом с ним в такой важный момент не будет стоять его бабушка. Хватит настаивать. Никуда я не поеду. Пепе, ты всегда любил машины. Да, любил. Но тебя и любил еще больше. Ты совсем не изменился. Все такое же. Да ты на себя посмотри. Я тоже не изменилась. Смотри, какое личико, какие ножки. С ума можно сойти. Да что ты? Хватит, хватит. Ты так же прекрасна, как всегда. И у тебя все тот же приятный кубинский акцент. Помнишь этот фильм? Трех мушкетеров было четверо. Четверо. Трех мушкетеров. Трех мушкетеров. Какое было прекрасное время, как говорят на кубе. Нет, сеньорита, я не к тебе. Не ко мне. И да, и нет. Так ко мне или не ко мне? Твой хозяин попросил меня приехать. Не знаю, о чем он хочет поговорить, но это отличный повод повидаться с тобой. Ты не против? Нет, совсем нет. Берни! Секундочку. Конечно. Берни! Здравствуй, Милагрос. Здравствуйте. Поздравляю с женихом. Спасибо. Поздравляю со свадьбой, сеньорита. Спасибо. А Луису, да? Да, в своей комнате. Помоги мне одеться, а потом поедем в мэрию. Привет, как дела? Привет, привет. У меня все хорошо. Ну, наконец-то. Мне нужно с тобой поговорить. Иду. Еще увидимся. Ладно. Да, если я вас правильно понял, вы хотите со мной договориться, чтобы обмануть вашу жену. Не говори обмануть. Это неподходящее слово. Скажем так, справедливо поделить. Она никогда не работала. Даже яйца для меня не сварила. Я сам все делал. Федерико, я никогда не ввязался в такие дела. И хочу сказать, что я адвокат вашей жены. А это означает, что она получит то, что ей причитается. Так ты ничего не достигнешь, юноша. А я не хочу ничего достигать, тем более такой ценой. Тебе нравится? Да, но не понимаю, почему ты не можешь надеть белое платье и венчаться в церкви. Тебе белое к лицу. А тебе нравится? Как тебе, невеста? Да, она прекрасна. Ваш сын не мог выбрать лучше невесты. Простите. Ты видел ее лицо? Она позеленела от злости. Так ей и надо, завистница. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мили, я иду к маме. Бернардо меня отпустил. Ей нужно со мной поговорить. Возьми. Что мне с ним делать? Отдай подарю Мануэлю. Пусть подает какой-нибудь девочке. Хочешь подарить своего медвежонка? Больше он не мой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Больше не будет ни длинных поцелуев, ни коротких, ни злых, ни страстных поцелуев, или шутливых поцелуев, или поцелуев украдкой. Просто не будет никаких поцелуев. ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прошу тебя, собирайся и поехали на свадьбу. Пожалуйста. Прости, я не могу. Почему не можешь? Не заставляй меня объяснять. Наоборот. Я хочу, чтобы ты сказала, почему ты не хочешь пойти. Не хочу присутствовать на свадьбе без любви. А это неправда. Посмотри мне в глаза его. Что? Я поеду, если ты скажешь, что любишь Флоренцию. Ладно, иди. Тебя ждут. Иво, знаешь, что я желаю тебе большого счастья. Надеюсь, когда-нибудь ты его найдешь. Я перестал его искать. Тогда я буду молить Бога, чтобы счастье само тебя нашло. Спасибо. Вы счастлив. Всем привет. Нестор, вот сюрприз. Мне очень хотелось поздравить и его. Все в порядке. Я очень рад тебе. Падре, Дамиан, а где ваша сутана? Дамы и господа, хватит шуток. Где жених? Я здесь. Иво, любимый. Ну, наконец-то. Иво, дорогой. Какой ты красивый. Этот цветок тебе не идет. Оставим его здесь. Спасибо. 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 Я говорил с твоей мамой. И она сказала, что я буду жить с ней и с папой. Отлично. Очень за тебя рада. А ты рада? Что я? Ну, ты будешь приходить. Да, в гости, но жить с вами я не буду. Почему? Разве не здорово было бы жить вместе? Да, было бы очень здорово, но я живу в доме, и там мне хорошо. А мне бы хотелось, чтобы ты жила с нами. Хватит, Гамуса. Я же сказала, что буду жить там, где хочу. Ладно, только не злись. Прости, прости. Я очень рада, что ты будешь жить со своим отцом и моей мамой. Я еще не все сказал. Не все, и что же? Я говорил с твоей мамой. Ну и что? Ну, дай сказать-то. Я ее попросил, чтобы... Что? Можно мне назвать ее мамой? Спросил, можно ли тебе называть ее мамой? Да. И что она сказала? Сказал, да. Поздравляю. Теперь у тебя есть мама. А ты не против, чтобы я называл твою маму мамой? Ты что, дурак? Почему я должна быть против? Конечно, нет. Сеньор Ивуди Карло, согласны ли вы взять в жены сеньорита Флоренсию Рисо? Сеньор Ивуди Карло, согласны ли вы взять в жены сеньорита Флоренсию Рисо? Да, согласен. Сеньорита Флоренсия Рисо, согласны ли вы выйти замуж за сеньора Ивуди Карло? Да, согласен. Объявляю вас мужем и женой. Спасибо. Девушки отдыхают отдохнула днем, а теперь отлично себя чувствует. Слава Богу, как жалко, что ваша жена не смогла приехать. Да, я уж объяснил, Федерико, она поехала в Бразилию и слегла с высокой температурой. К счастью, там наш сын Фабрисио, и он за ней ухаживает. Скоро она будет здесь. Надеюсь, это не серьезно. Нет, конечно, просто тропическая лихорадка, все под контролем. Я умираю, как хочу с ней познакомиться. Не понимаю, бабушка, почему ты такая серьезная? Тебе все еще плохо? А как, по-твоему, я должна себя чувствовать на свадьбе, которой вообще не должно было быть? Ну что ты, бабушка, почему ты так говоришь? Посмотри на меня хорошенько, Виктория. Я буду выглядеть точно так же в день твоей свадьбы. Почему я должна прислуживать? Скоро мы поженимся. Я уже почти стала членом семьи. Марта, прошу тебя. Сделай же что-нибудь. Не могу. Почему? Потому что он мне не дает. Кто? Добрый день. Как дела, Бернардо? Проходите, пожалуйста. Серхио. Виво. Поздравляю. Спасибо, очень приятно. Поздравляю, очень рад. Спасибо. Большое спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение. Поздравляю. Спасибо. Все кончено, Ромон. Что случилось? Виктория меня разлюбила. Ты ее разочаровал? Да, разочаровал. Ты этого хотел? Нет, не хотел. Тише. Вы что, не видите, что я смотрю телевизор? Да ладно. Она тебя разлюбила? Она меня любит. Значит, ты ее разлюбил? Я-то люблю. Я же просил, не мешайте смотреть телевизор. Да пошел ты со своим телевизором. Что с ним случилось? Ничего, не обращайте на него внимания. А вы? Что вы здесь смотрите, если ничего не видно? Здесь все слышно. Вы же ничего не слышите. А я по губам читаю. Что это с вами? Стоит вас оставить, как вы такое устроите? Что? Почему вы ушли со свадьбы? Глория сказала, что вы поднялись к себе. Милли, прошу тебя. То, что творится внизу, нельзя назвать свадьбой. Посмотри только, какое лицо у моего внука. Сколько можно обижаться? Вы должны быть там. Не хочу. А кто сказал, что вы должны хотеть? Пойдите к своему внуку Донья. Я же сказала, ему сейчас плохо. Чем больше он улыбается, тем больше это заметно. Это мука, а не свадьба. Именно поэтому, тем более, нельзя оставлять его одного, раз ему так плохо. Идите вниз. Твоя взяла. Гостиница для молодоженов? Как здорово. Да, на Ямайке. И когда вы летите сегодня? Нет, в понедельник. Мне тоже хочется побывать на Ямайке. Если мы поженимся на следующей неделе, то можем поехать и все там встретимся. Что с тобой? Постой. В чем дело? Украли бумажник. Что? Твой бумажник? Пойду заявлять в полицию. Караул! Почему ты не сказала, что так горячо? Где полотенце? Ну и характер. Как хорошо, что ты не женился на Маймарте. У меня такой характер, какой положено иметь управляющему. Милли здесь? Нет, ее нет. Здесь только мы. Мы очень заняты. А вы не знаете, где она может быть? Она в гостиной обслуживает гостей. Спасибо. Хочу сказать, что я счастлива. Очень счастлива, что мой сын женился. И так как здесь собралась вся семья и самые близкие друзья, я хотел бы вам сообщить, что мы с Федерико разводимся. Да, мы собираемся развестись и завтра я отсюда переезжаю. Луиса, мама! Что, Луиса? Прошу тебя, Федерико. Мы здесь одна семья. И все имеют право знать, что у нас новые пары. Хватит меня смешить. Кто на тебя польстится? Хочу тебя огорчить тем, что после развода я собираюсь снова выйти замуж. Да кому ты нужна? Хватит молоть чушь. Кому я нужна? Отцу моего сына. Что? Да. Иво, я должна тебе кое-что сказать. Я должна сказать тебе то, что скрывала от тебя всю жизнь. Но ты должен все знать. Прости, сын, что не могла сказать тебе это раньше. Прости меня. Луиса! Что, Луиса? Ты всегда угрожал мне, что сам расскажешь. Иво, пора знать правду. Какую правду? Федерико тебе не отец. Твой настоящий отец. Я! Да, Иво, да. Я твой настоящий отец. На русский язык фильм озвучен по заказу РТР в 2002 году. ПОЛЬЧ Java! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok